С чего нужно начинать ремонт тюнера? И сразу из названия понятно, что это видео не для профессионалов, а для новичков. Профессионалы, я надеюсь, и так знают с чего нужно начинать. Первым делом нужно изучить внешний вид тюнера и разобраться как же проявляется сам дефект. Тюнер вообще не включается. Не включается, но что-то светится хотя бы на дисплее тюнера, тот же светодиод или индикатор. Тюнер включается, допустим нет сигнала или есть сигнал, но он сыпет кубиками, поэтому дефекты разнообразные. И к каждому из них подходить нужно по-разному. Все начинаются ремонты с одного. Первым делом делаем внешний осмотр тюнера, потом этот тюнер разбираем. И если у вас состояние тюнера примерно как у меня здесь на рабочем столе, то начинать его нужно с примерно вот такой кисточки. Нужно выйти где-то на улицу или в помещение, где можно это все счистить, кисточкой прочистить пыль. Можно также дополнительно продуть пылесосом, чтобы потом как-то можно было с этим работать. Потому что часть дефектов, особенно те, которые связаны, допустим нет сигнала или что-то типа этого, могут быть даже из-за пыли. Когда вот как здесь, видите, пыли сильно много, в районе приемного модуля, в районе стабилизатора питания головок, в районе процессора, пыль может замыкать, особенно если тюнер находился в сыром помещении. И все это будет проявляться на работу тюнера. Поэтому начать нужно с уборки пыли. И ознакомиться с дефектом. Давайте я сейчас включу этот тюнер. И мы посмотрим, как он себя будет проявлять. Заставка появилась. Вот появился какой-то из каналов. И как видим, он сыпет мусор. Это значит проблемы с приемом сигнала. Но это не обязательно, что именно в приемном модуле, или где там питание этого модуля. А чаще всего это проявляется на плате блока питания. И чтобы не курочить зря какую плату, нужно всегда начинать с того, что разграничить. С какой платы это все начинать. То ли с блока питания, ремонт. То ли с главной материнской платы. Для этого я использую такой блок питания, который универсальный для этих тюнеров. Он продавался в коробочке. Но иногда эти блоки питания бывают и в других коробочках. Берем его, подкидываем. И сразу можно будет понять, проблема в нем или не в нем. Что я сейчас и сделаю. Итак, я подкинул другой блок питания. Сейчас опять делаю уключение. Посмотрим, что будет. Заставка. И как видим, тюнер заработал. Все нормально. Проблема уже наполовину решена. Это значит то, что нам нужно отремонтировать блок питания. И проблем с главной материнской платой у нас нет. Теперь осталось почистить тюнер. И блок питания. Рекомендую сразу начинать ремонт с осмотра. Но я уже заранее смотрел. Конденсаторов сдутых нет. Потому что я уже не раз рассказывал, что много дефектов. Сдутые конденсаторы. Здесь ни одного конденсатора нет. За такой дефект, сразу скажу, могут отвечать несколько деталей. Это конденсатор высоковольтный по питанию первички. Конденсатор маленький, который является питанием микросхемы шим-контроллера. И конденсаторы по 3 и 5 вольтам также нужно проверить обязательно. Даже если они не вздуты. Что я сейчас и сделаю. Но прежде, конечно, как я и сказал, почищу. И потом проверим. И вот так уже тюнер выглядит после чистки. Намного приятнее. Сейчас остается открутить плату блока питания. И начинать проверять конденсаторы. Но прежде их нужно выпаивать. Конечно, если пользоваться осциллографом, то некоторые дефекты можно даже определить, не выпаивая детали. Я об этом также рассказывал и показывал. Но многие говорят, что у них осциллографов нет. Я буду показывать, как это сделать без осциллографа. Я предлагаю начать с выпайки высоковольтного конденсатора на 400 вольт. И проверить его. Потому что все равно его проверять нужно. И также проверить конденсатор по питанию шим-контроллера. Не жалеем канифоли. Потом все это можно будет аккуратно смыть. Потому что без канифоли пайка получается грубая. Можно испортить дорожки. И теперь обсматриваем конденсатор снизу. Бывают некоторые дефекты. Видны сразу. Вытекший электролит. Вот, допустим, как здесь. Видно, что электролит вытекал. И даже одна ножка окислилась. Можно, конечно, для надежности еще проверить этот конденсатор. Сейчас я и сделаю. Но обязательно перед этим его разрядить. Тестировать я буду вот таким китайским прибором. 42 микрофарада. Внутреннее сопротивление 1,7 Ом. Скорее всего, причина неправильной работы тюнера не только в этом конденсаторе. Но его менять обязательно также нужно. Но нужно еще искать другой дефект. А этот конденсатор нужно поменять однозначно. Потому что в него вытекал электролит. И видно, что одна из ножек уже подвержена коррозии. Следы электролита видны и на печатной плате. И поэтому, прежде чем запаивать новый конденсатор, это все нужно хорошо смыть. Кто не знает, электролит проводит электрический ток. Маленькое отступление. Как видите, здесь находится вот такая синенькая деталь. Это варистер. Я о них снимал не одно видео. Очень хорошая деталь. Ее можно использовать в разных целях. Можно вообще использовать всю вот эту часть как сетевой фильтр. Будет кому интересно, вот видео, которые я на эту тему снимал. Можно будет ссылки увидеть под видео, в подсказках. Кому нужно, перейдете и посмотрите. После запайки и промывки, кто-нибудь скажет, что эта деталь паялась. Вот это место. Главное не жалеть при пайке канифоль. И потом это все хорошо вымыть. Можно использовать и другие флюсы. Но некоторые флюсы очень дают неприятный запах. Поэтому тут уже выбирайте сами. Для этих целей подойдет и канифоль. Есть, конечно, случаи, без которых специальными флюсами не обойтись. Как я и говорил, замена одного этого электролита эффекта практически не дала. Изображение также покрывается кубиками. Ищем дальше. И давайте теперь проверим конденсатор по трем вольтам. Это конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт. Не знаю, зачем они поставили на 3 вольта такой конденсатор. Ну да ладно. Такой же стоит и по 5 вольтам. Похоже, просто у них их было много и не решили ставить одинаковые. Проверяем. Первым я замеряю тот, который стоял по 5 вольтам. 881 микрофарад 0,06 Ом. И теперь второй конденсатор по трем вольтам. 920 микрофарад 0,04 Ом. Как бы тоже нормальный. Будем искать дальше. Также не забываем проверить еще конденсаторы по 3 и 5 вольтам. Но которые стоят после дросселя. Это на 470 микрофарад 10 вольт. И 220 микрофарад 16 вольт. И вот смотрите, что показывает конденсатор на 220 микрофарад. Он показывает 153 микрофарада и 3,7 Ом. Его нужно заменить. И вот после всех манипуляций проверка. Все работает идеально. Можно промыть места пайки и собирать наш тюнер. Как вы видите, тюнер отремонтирован очень быстро. Получилось бы еще быстрее, если бы я не снимал видео. А так, главное, мы разграничили, где ковырять тюнер. Быстро проверили конденсаторы. Для этого очень удобный прибор. Я уже рассказывал о нем не раз. Если вам будет он интересен, я ссылки под видео дам, где можно купить этот прибор. И при помощи этого прибора вы сделаете любой ремонт за считанные минуты. А на этом я буду заканчивать. Всем приятных просмотров. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться. И до новых встреч. Продолжение следует.